Так, ну что, начинаем тогда. Значит, начну с новостей и хочу сначала рассказать для тех людей, которые недавно зашли, познакомить сначала с кабинетом, со всем сайтом нашим расскажу, какие кнопки обозначают, как зарегистрироваться и все остальное. Значит, если мы зайдем на наш сайт, то у нас есть две кнопки – «Войти» и «Регистрация». Значит, для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо вписать номер телефона. Это будет ваш логин. Вот, придумать сюда пароль. У вас не будет этого самого код приглашения и зарегистрироваться. После этого ввести свое имя. Английский. И написать почту. И подтвердить. Вы попадаете в кабинет, в который вы только зарегистрировались. Прежде всего, что нужно сделать – добавить сюда свою аватарку. Чтобы было видно. Так, надо найти какое-нибудь изображение. Вот. И мы попадаем вот в такой вот кабинет. Значит, самая главная кнопка нашего проекта – это найти услугу. Здесь очень все просто. Указываете местоположение, выбираете или же из списка, или пишете сюда какое-нибудь название, в которое услуги вам надо. Вот. Ну и сайт показывает ближайших сотрудников, которые, специалистов, которых вы ищете. Вы их можете набрать на карте найти или же выбрать из списка. Вот так вот работает наш сервис. Также у нас есть возможность заказать такси. Не только такси, а тут есть техпомощь, грузовики, автобусы, универсалы, легковые автомобили. Допустим, если по умолчанию стоит такси, можно выбрать на сейчас, предварительный заказ и кнопка поиска автомобиля. Поиск автомобиля точно так же работает, как вы видите ближайших специалистов, точно так же вы будете видеть ближайшие автомобили. Значит, вот это вот функция найти услугу. То есть здесь очень быстро можно найти, сравнить и выбрать абсолютно любого специалиста, который вам подойдет по параметрам, по расстоянию, по рейтингу, по цене, по отзывам. Это, собственно говоря, и есть наш проект. Также мы добавили кнопки Android и iPhone. Если нажать, сейчас, минуточку, на эти кнопочки, то открывается, возможно, скачать приложение на Android. А если мы нажимаем на кнопочку на iPhone, то можно скачать приложение на iPhone. Вот такие вот кнопки у нас есть на нашем сайте здесь. Так, теперь смотрим здесь. Здесь вы поставите аватарку. Для чего нужна аватарка? Когда вы включаете мою команду, то те люди, которые поставили свою аватарку, они будут отображаться у всех людей, которых вы видите. То есть если человек поставил аватарку, она, соответственно, здесь появляется. Так, следующий момент. Здесь у нас код приглашения. И для того, чтобы кого-то пригласить в проект, надо нажать на две кнопочки красненькие. Когда нажимаете на две красненькие кнопочки, здесь появляется возможность копирования. Если вы работаете с телефона, то тут есть еще кнопочка поделиться. Нажимаете на кнопку поделиться, и выскакивает менюшка, куда поделиться. Ватсап, Телеграм, или Вайбер, или на почту. Выбираете, куда поделиться. То есть если вы делитесь с своего кабинета, соответственно, люди, которые регистрируются в проекте, они попадают к вам в кабинет. Следующая кнопка у нас создать услугу. Здесь можно зарегистрировать одно или несколько услуг. Вот у нас есть кнопка, когда первый раз человек регистрируется, будет только первая кнопка «Добавить услугу». Выбираете ту категорию услуг, которая вам подходит. Допустим, тот же сантехник. И начинаете с номера телефона добавляете, описываете свою услугу. Добавляете какие-то фотографии в портфолио. И нажимаете кнопку «Продолжить» и проводите регистрацию. Единственное, что регистрация в такси, она немножко по-другому устроена. Если вы регистрируетесь в такси, то тут намного больше информации. Нужно добавлять и тип автомобиля, и марка автомобиля, и номер автомобиля. И больше информации нужно, если исполнители регистрируются проще, то водители такси и грузовиков, у них тут намного больше информации необходимо дать для того, чтобы зарегистрироваться в нашем сервисе. И для них существует отдельное приложение, в котором они будут показывать себя. В общем, вот такая функция «Создать услугу». Услуги можно редактировать или удалить. То есть, если вы сделали какую-то услугу, вы можете ее отредактировать и нажать на кнопочку «Продолжить». Или же просто «Удалить». Удалить услугу. Подтверждаете, что вы ее удаляете. Эта услуга не будет показываться больше никогда никому. То есть, вы можете добавлять новые услуги, и если вы какой-то услуги перестаете пользоваться и не оказываете какую-то услугу, вы можете ее просто удалить. Нажав на вот эти три кнопочки, здесь есть «Добавить». Или «Добавить услугу», или «Удалить», или «Редактировать». Значит, следующая кнопка – это «Моя команда». Здесь все люди, которых вы пригласили в проект по своей реферальному коду, или через вот эти кнопочки, или через кнопки «Поделиться в телефоне». Все, кто будет регистрироваться по вашему программе, они попадают в мою команду. Значит, у нас есть три сущности. Первая сущность – это так называемые пользователи или клиенты. Это те люди, которые будут пользоваться нашим сервисом. Человек, который будет заказывать такси, заказывать исполнителей. Просто человек, который зарегистрировался. Значит, смысл в чем? Когда человек первый раз попытается заказать такси или же какую-то услугу… Сейчас, секундочку. Вот, если я, допустим, захочу заказать какую-то услугу в первый раз… А, тут местоположение надо указать сначала. Значит, первый раз, когда человек будет заказывать услугу, до тех пор, пока мест он не зарегистрируется. Допустим, человек просто зашел на наш сайт случайно или по рекламе, и он не прошел регистрацию. Если он захочет заказать, то он найдет специалиста, найдет водителя, но при заказе его попросит сервис зарегистрироваться. Вот, то есть без регистрации это не получится. Поэтому все люди, которые будут пользоваться нашим сервисом, они обязаны зарегистрироваться как клиенты. Для чего это сделано? Чтобы мы знали, кто заказывает исполнителя. Например, у нас будут данные телефона человека, имя человека, чтобы у нас было какое-то взаимопонимание между исполнителями и людьми, которые заказывают услуги. Следующая сущность у нас есть – исполнители. Это те люди, которые зарегистрировались в одной или нескольких категориях. Допустим, есть один и тот же человек, может зарегистрироваться в двух, трех, четырех категориях. Ну, у нас есть рекордсмен, один зарегистрировался в 27 категориях, мастер на все руки. Скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно? А то я расскажу. Да? Да, хорошо. Да, да, все слышно. То есть клиенты или пользователи и исполнители – это те люди, которые оказывают услуги в разных сферах. И еще раз повторюсь, что есть люди, которые могут зарегистрироваться в двух, трех и четырех категориях. И для вас, как для партнеров, это хорошо, потому что если у вас есть исполнитель, который зарегистрировался в нескольких категориях, каждой категории, которой он будет оказывать услуги, он будет платить сервису какой-то процент, и часть этого процента вы будете зарабатывать на этом человеке. То есть если он, как говорят, многостаночник, то вы будете зарабатывать со всех услуг, которые он будет оказывать. Ну и третья сущность – это партнеры. Это те люди, которые помогают проекту развивать его. Значит, наша основная задача сейчас – найти необходимое количество партнеров, чтобы мы могли провести полномасштабную рекламную кампанию проекта. Значит, еще раз повторюсь, что поставьте, пожалуйста, аватарки свои, потому что если есть аватарка, то мы видим человека, а если нет аватарки, то вот такая вот обезличенная стоит. Значит, партнеры у нас зарабатывают с исполнителей, которые находятся в их кабинетах, а также с исполнителей, которые будут находиться в кабинетах партнеров, которые находятся под ними. И вы сможете контролировать партнеров, которые находятся под вами. Допустим, вот есть партнер, который… У этого партнера есть на втором уровне еще один партнер. А если мы нажмем дальше, то у этого партнера на третьем уровне есть еще один партнер. И даже есть на четвертом уровне. То есть получается, что… Таким образом, мы будем видеть все четыре линии. Если вы имеете премиум пакет, у вас будет показано все четыре линии. То есть вот здесь видно, что есть один партнер на втором уровне, один партнер на третьем уровне и один партнер на четвертом уровне. Соответственно, вы открываете сначала первый уровень. Вот здесь вот видно… Вернее, это уже второй. Первый вы видите вот здесь. Это будет второй уровень. Это будет третий уровень и это будет четвертый уровень. Таким образом, вы будете видеть доходность от каждого партнера, который будет приносить, ну, смысл в чем, что ваши исполнители вам приносят 24% от комиссии, которые будут получать сервис, а у ниже стоящих партнеров тоже будут исполнители, они тоже будут получать 24%, а вы будете с этих исполнителей получать 12%. Вот таким образом выстроен наш маркетинг план, что вы можете зарабатывать до 47%, то есть 24 плюс 12 со второго уровня, это будет 36, плюс 6% с третьего уровня, это будет 42, там 3 и 2%, 47% от комиссии. То есть проект будет отдавать только на премиум пакетах 47%, на других пакетах это будет меньше. В зависимости от количества уровней мы будем отдавать прибыль. То есть проект не может быть в убытке, почему? Потому что мы все равно больше чем 50% от комиссии мы отдавать не будем. Ну, уже маркетинг план по том, как и сколько вы можете зарабатывать, мы рассматривали в предыдущих видео, сегодня мы ознакомимся только с кабинетом. Значит, еще один интересный момент, который на сегодняшний день я хочу сказать, это, сейчас, минуточку, значит, мы запускаем нового чат-бота на украинском, английском, русском и польском языках. Значит, чат-бот идет теперь с видео, вот такие вот короткие видео здесь. Вот такие короткие видео, человек будет просматривать их. Вот, можно также английский язык включить для англичан, польский язык мы подключаем в чат-бот. Вот, то есть мы будем привлекать партнеров уже с большего количества не только на русском языке, а на родном украинском, на английском и на польских языках. Сейчас мы планируем запустить рекламную кампанию, чтобы уже пошли люди с этих стран к нам как партнеры. Вот, и последнее, что я хочу рассказать для тех людей, которые еще не знают, это стать партнером. Значит, вот здесь вот у нас есть кнопка стать партнером, есть скидки на пакеты у нас, 30% действует на каждый пакет. И здесь расписаны, что вы зарабатываете. Доход с первого, как я вам рассказывал, с исполнителей, который будет находиться в вашем кабинете, 24%. Первый уровень 12% и 6, и 3%. Значит, еще хочу сказать, что очень много людей сейчас находится в тяжелом финансовом положении, поэтому мы сделали паров входа меньше. То есть, даже можно начинать работать, начиная там с одного, двух, трех, четырех, пяти долларов. То есть, о чем это говорит? Что вы можете этот пакет взять в рассрочку на более длительный срок. То есть, вложить доллар, взять пакет и начать работать для того, чтобы... Ну, цена пакета будет, конечно же, дороже, если в рассрочку. Но этот пакет можно будет выкупить за 3, 4, 5 месяцев. Это для тех людей, которые находятся действительно в тяжелом финансовом положении. Мы такую фишку делаем. Но тут нужно понимать одну вещь, что на сегодняшний день нам нужно добрать необходимое количество партнеров, чтобы мы начали рекламную кампанию и проекты. И те партнеры... Вот смотрите, очень простая математика. Сейчас нам не хватает 350 партнеров где-то. Сейчас... Почему 350? У нас где-то 3-4 месяца назад тоже не хватало 350 партнеров. Перед самой войной где-то 400 человек у меня не хватало. Но когда началась война, мы приостановили деятельность где-то на месяц. А потом начали... Возобновили. И у нас получилась такая ситуация, что где-то 70 партнеров у нас ушло. Ушло по уважительным причинам. Мне люди писали, сказали, что так получилось, что они остались совершенно без жилья, без денег. И им нужны были какие-то деньги для того, чтобы... Ну, в общем, они попросили вернуть деньги. Я этих людей прекрасно понимаю. И поэтому мы возвращали таким людям деньги. То есть получается, что у нас часть людей приходила новых, а часть уходила по уважительным причинам. И поэтому мы как бы остановились на... Прирост у нас составил... Где-то человек 70 ушло. Человек 80... Около 100 пришло. То есть как бы мы стояли на одном месте практически. Кто-то уходил, кто-то приходил. Приходило немножко больше, чем уходил. Но роста не было за счет того, что люди уходили. И еще у нас один момент, который я хочу сразу сказать. Я предвижу этот вопрос. Почему нельзя сейчас начать рекламную кампанию? Потому что мы как бы имеем две трети партнеров. По сути, у нас еще есть такая штука, как рассрочка. То есть каждый пакет можно купить в рассрочку. И где-то 80% партнеров купили пакеты в рассрочку. Может быть 70%. И были... Ну, есть задержка с выплатами. Опять же по этой причине, которую я только что объяснял из-за войны. То есть мы не собрали две трети денег. Мы собрали половину денег. И из них где-то процентов 15 мы раздали на кэшбэк. То есть еще половины денег нету. Но те люди, которые взяли рассрочку, они будут выплачивать. Мы догоним эту ситуацию. То есть у нас, опять же, остается 350 партнеров добрать. И еще те люди, которые взяли рассрочку, к этому времени должны полностью выплатить пакет. Ну вот вроде бы так. Еще один момент, который я хотел сказать. Вот кнопка выход существует. Сейчас вы должны понимать, что если у кого-то есть два пакета или три пакета, то они имеют несколько кабинетов. Ведь для того, чтобы перейти с одного кабинета в другой, необходимо выйти, нажать на кнопку выход. А потом ввести логин и пароль нового кабинета и зайти в него. Пароль можно делать одинаковый на все кабинеты. Можно делать разные. Но важно помнить пароли. Если вы не помните пароль, то вы всегда можете... Вот здесь вот есть кнопочка «Забыли пароль». Указывайте свою почту, которую вы указывали при регистрации. Нажимаете кнопку «Сбросить пароль». И вам на эту почту придет ссылочка, по которой вы сможете восстановить свою пароль. Или же можете обратиться непосредственно ко мне, для того, чтобы я тоже могу помочь вам восстановить пароль. Вроде бы по кабинету рассказал все. Здесь ничего такого сложного нет. Еще раз говорю, что кнопка «Поделиться». Здесь у вас сумма на балансе. А еще про кнопку «Вывод средств» не рассказал. Значит, для того, чтобы ввести деньги, которые находятся на счету, надо нажать на кнопку «Вывод средств». Здесь можно вывести деньги на сегодняшний день, пока есть, тремя способами. На карту, на Power и на Perfect Money. Указываете здесь или карту, или вот эти кошельки, и сумму, которая не должна превышать сумму, которая находится у вас на балансе. Когда вы нажимаете на кнопку «Подтвердить», здесь идет статус на рассмотрении. Значит, в течение трех-пяти дней, я там раз в три-четыре дня захожу. У меня там есть такая вот... Сейчас покажу вам. Вот картинка, вот те люди, которые подают на вывод. Вот это все, кто уже вывел, а у нас один человек вот есть на рассмотрении. А все остальные уже деньги получены. Так. Ну, вроде бы все рассказал. Теперь мы, наверное, перейдем к вопросам и ответам. Пожалуйста, задавайте вопросы, кто... Сергей, есть питание. Какие есть вакансии або послуги для онлайн-фахистов? Значит, смотрите, у нас... Какие есть вакансии або послуги для онлайн-фахистов? А тих, кто онлайн-фахистов? Так. Ну, у нас есть... АйТи-услуги, например. Например, мобильные додатки, разработка сайтов, такие... Тут есть, будут... А, перекладачи? Перекладачи будут, так. Да. А наступное питание, что требует для регистрации звичайных людей? Тобто, клиентов. Дивите, для того, чтобы зарегиструвать людей, так как мы будем запускать в Киеве и Киевской области, то залучать уже сьогодні можно из всех мест. Уже не очень далеко осталось до старта проекта, тому мы можем уже залучать. Если вы проживаете вместе в Киеве, а можете зайти через Google, найти, выконав все, какие проживаются в Киеве и Киевской области, там все элементарно просто. У вас должна быть информация, три информации, как зовут этого человека, какую услугу он оказывает и его телефон. Если вы имеете эти три информации, вы можете по телефону позвонить и сказать там «Здравствуйте, Василий, вы оказываете такие-то, такие-то услуги». Ждете подтверждения, он подтверждает или нет. Если подтверждает, вы говорите, что у нас запускается новый сервис, по которому вы можете зарегистрироваться и пока мы получаем заказы бесплатно, в ближайшее время этот сервис запустится. И когда человек, как правило, где-то 7-8 человек из 10 соглашаются. Почему? Потому что этим людям нужны заказы. И когда они регистрируются, им нужно послать вашу ссылку, приглашение. Короче, если человек, вы говорите, вам интересно или нет. Если человек говорит, да, мне интересно, вы ему посылаете приглашение, как вот эта вот есть функция, через две кнопки поделиться или же поделиться в мобильном телефоне. Вот эту ссылочку посылаете, он регистрируется в проекте как исполнитель. Но я хочу сказать, чтобы вы понимали, что процентов 5-10, от 5 до 10 процентов этих людей, они тоже станут партнерами впоследствии. Почему? Потому что когда мы запустим проект, и они увидят, что партнеры зарабатывают на исполнителях, то кто-то из них обязательно тоже станет партнером. То есть вы пригласите этого человека как исполнителя, а по сути в будущем вы получите еще и в этом же человеке и партнера, на котором тоже будете зарабатывать точно так же, как на тех партнеров, которые у нас есть. Вот. И почему у нас сейчас есть акция, что мы даем партнеру без приглашения в кабинет. Эта акция скоро закончится, но вы не отчаивайтесь, потому что, еще раз говорю, что из исполнителей, вот когда начнется рекламная кампания, в проект зарегистрируется в Киевской области где-то 100 тысяч человек. Из них где-то одна треть потом уйдет со временем. Ну, по разным причинам. Кто-то попробует, кто-то не сможет работать, но где-то в районе половины, больше половины останется. И из этой половины, я думаю, что процентов от 5 до 10 людей станут партнерами. И когда у нас не будет функции подарочных партнеров, эти партнеры все равно будут появляться в вашем кабинете за счет тех исполнителей, которых мы вам дадим в кабинет. То есть вот мы вам даем 40 человек, я больше чем уверен, из этих 40 человек 2, 3, 4, 5, 6 человек станут партнерами. Это будут дополнительные партнеры, которых вы получите. И если вы будете приглашать. Кстати, по приглашению у нас будет отдельный вебинар, посвященный. Как приглашать, что говорить людям. Там, в принципе, тоже ничего сложного нет. Вот я перед этим немножко рассказал. Так что идем к этому самому, к рекламной кампании. Продолжаем задавать вопросы. Что там еще? Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, по договорам, какая ситуация у вас есть личная? Значит, по договорам я уже говорил на прошлом видео, что все, кто пожелает, пожалуйста, пишите мне в личном сообщении. И я вам высылаю договор. Вы его читаете, подписываете. А почему в личном сообщении, объясняю. Потому что у нас партнеры находятся в разных городах и в разных странах. И способ обмена... Надо договориться, как мы обменяемся с договорами. То есть процедура, она простая с одной стороны. С другой стороны надо просто понимать. Это будет и через новую почту, в онлайне, или же каким-то другим способом. То есть я вам присылаю договор. Вы ее распечатываете, читаете, подписываете. У вас есть два экземпляра. Эти два экземпляра должны прийти и попасть ко мне. После этого я подписываю оба экземпляра. И один из них уже с вашей подписью и с нашим отправляем вам обратно. По той схеме, с которой мы с вами договоримся. Или через новую почту, или через почту, или еще через какой-то сервис. В общем, кто хочет, пожалуйста, обращайтесь. Я в прошлый раз говорил и сейчас говорю, что такая функция работает. Сергей Васильевич, а я вам пару дней назад... Я вам пару дней назад насчет договоров мы с вами созванивались. Вы, наверное, за меня забыли. Говорили мне, вышли те договоры, но так и не выслали. Напоминайте, мне пишут в день по 30, 40, 50 человек. И бывает так, что вроде как всем ответил, а лента уходит вниз и где-то пропускаю кого-то. Я прошу прощения, но не стесняйтесь. Если я никому-то не ответил, напишите еще раз. Сергей, вы уже про это сказали, но какая разница в податках для компаний и партнеров при разных способах заключения договоров? Податки? Так. Смотрите, у нас есть три способа взаимодействия. Первое, это если вы являетесь приватным предприемцем, то вы можете эти доходы включить в доходы приватного предприемца и платить в сами податки. Это самый простой вариант. Второй способ. Можно ли с цифрами? Я хочу порівняти, какая есть взагалі разница между этими способами в цифрах? Ну, сколько платят приватные предприемцы, вы знаете. И надо платить. Я по этому вопросу буду проводить отдельный вебинар. Еще раз говорю, где-то перед стартом проекта, или даже во время старта проекта мы будем проводить по налогообложению. Там будет уже более конкретно расписано все эти моменты. В двух словах так. Или вы приватные предприемцы сами платите налоги, или вы заключаете договор с нами, и мы за вас платим налоги. Или так, или так будет. Сергей Васильевич, а если, получается, я сначала не заключу договор, и буду деньги выводить, например, на электронный кошелек, то налог в любом случае будет сниматься с меня при переводе? Да. Либо или на карту, или на электронный кошелек, не имеет значения. Все равно налог снимается. Даже если я договор не заключу. Мы будем вам выплачивать. Вы должны нам предоставить или приватного предприемца документы, тогда вы будете платить. Или же, если так, мы вам отправляем деньги, но кто-нибудь монобанк имеет из вас? Так, есть. Там, когда кэшбэк выводишь, выводили кэшбэк? 19%. 19% выплачивается податок. Ну, это с общей суммой выплачивается такая податка. Ну, и будем так говорить, мы от податки никуда не денемся, потому что проект очень глобальный, и мы будем искать возможности законно минимизировать его. Но, еще раз говорю, только в пределах законодательства это будет происходить. Будут какие-то предложенные варианты для того, чтобы платить, но платить в меру, так будем говорить. Один из вариантов тот, что мы зарегистрируем компанию, мы компанию зарегистрируем в Голландии для партнеров, а вот это юридическая компания, которая будет проводить деятельность в Украине. Мы хотим ее под новый закон про IT-компании подвинуть для того, чтобы там будут какие-то льготы. Возможно, меньше будем платить налоги. Но я сейчас не готов на этот вопрос ответить. Для этого мы будем специально брать юридическую компанию, чтобы они нам, как говорится, объяснили все эти нюансы. Потому что я не юрист, я разработчик, я предприниматель. Лучше узнать конкретно у юристов, чтобы у нас не было никаких проблем с законодательством. А смогут они ответить по поводу других стран? Вот я во Франции нахожусь и в ближайшие года три я буду здесь. Получается, у меня просто есть и дополнительный доход, я тоже здесь буду обязана платить налог. Выводить-то я буду на свой банковский счет французский. И вот получается, что я буду платить два раза налог, и в Украине здесь получать... Ну тоже, чтобы по этому поводу можно было проконсультироваться, я имею в виду. Да, да, я еще раз говорю. Смотрите, процедура какая. Первый шаг – это мы сейчас начнем тестировать приложения Android и iPhone. Где-то я буду создавать... Не все. Сначала будет создана команда тестировщиков. Из числа партнеров. Потому что сразу, возможно, ошибок будет много, а потом мы увеличим. Единственное, что вы можете зайти, предварительно скачать приложение и там написать какой-то хороший комментарий. Ну, заочно так будем говорить, потому что там еще не все идеально. Но мы сейчас к этому идем. Мы поправим. К старту рекламной кампании мы доведем и Android, и iPhone уже до состояния, когда будет проект... Ну, когда будет приложение работать идеально, так будем говорить. До этого и существуют. Партнеры, по сути, это те люди, которые нам будут помогать и в рекламе, и в тестировании приложения, чтобы оно работало четко, хорошо, нигде не сбоев не было. Ну, слово «партнер» само за себя говорит. Так бы. Продолжаем вопросы. Еще вопрос. Чем ближе к старту, да, будут дорожать. Вы понимаете, что цена пакета на сегодняшний день... Как бы объяснить? По сути, вы на нашей платформе строите реальный бизнес, в котором будут работать реальные люди и приносить вам доход. Вот этот бизнес, он по своей доходности будет равняться, как будто вы построили гостиницу, или построили станцию техобслуживания, или построили там автомойку. Вот только если бы вы это делали, то вам бы пришлось намного больше времени затрачивать и намного больше денег вкладывать. А доход у вас будет приблизительно такой же, как у тех людей, которые построили автомойку, сделали гостиницу, там ресторан какой-то сделали и все остальное. Только они вложили сумасшедшие деньги в это, и у них еще есть куча проблем. И для того, чтобы контролировать оборудование, там, своих сотрудников контролировать, взаимоотношения с государственными органами, там, с налоговой, санстанцией и так далее. У вас этих проблем не будет, а доходность будет такая. То есть, когда этот проект заработает, и партнеры начнут зарабатывать, с доходностью такой же, как люди, которые потратили десятки тысяч долларов. И вот человек потратил 10 тысяч долларов, мало того, сейчас вот возьмем тот же город Мариуполь. Там куча предпринимателей вложили кучу денег в свой бизнес, и они это все потеряли. Вы же свой бизнес потерять практически не можете. То есть, когда мы запустим вместе проект, и он начнет развиваться сначала в Украине, а потом во всем мире, вот такие факторы, как война в какой-то стране, или на какой-то территории, они на наш бизнес влиять вообще не будут. Ну да, там исполнители перестанут работать в этих городах, но вы получите исполнителей из других городов, и будете точно так же зарабатывать. Это намного лучше, чем иметь какой-то свой бизнес по доходности, я имею в виду. Поэтому пакеты сейчас, чтобы вы понимали, для такой доходности это смешная цена. Вы просто, если кто-то из вас предприниматель, я сам предприниматель, я занимаюсь, занимался в Мариуполе бизнесом, у меня в магазины были, ресторан на берегу Боря, я туда кучу денег вкладывал. И поверьте, что там многое тоже не зарабатывал, то есть на тех же магазинах, на кафе, там 3-4 тысячи долларов, 2 тысячи долларов в месяц, а иногда и в минуса уходили. То есть вы понимаете, что это сложный труд предпринимателя. Есть какой-то процент людей, которые хорошо взлетают, а основная масса приходится пахать с утра до вечера. У меня бизнес, когда я свой на земле делал, то я работал с 6 утра до 12 часов ночи, и до часу, и до 2 часов ночи. Я своих детей не видел в то время. А здесь вы просто-напросто один раз в день зашли, посмотрели, как работают ваши сотрудники и получаете доход. Но это не среди затратные и человеческие ресурсы, что там, что здесь. Поэтому пакеты, да, будут дорожать. Я просто прекрасно понимаю, сколько это будет по доходности и по затратам. То ли ты целый день тратишь и кучу денег вкладываешь, то ли ты тратишь 15-20 минут и получаешь тот же доход. Еще, пожалуйста, вопросы. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Вопрос опять по договорам все-таки. Это еще раз. Повторите, пожалуйста. Обязательно его заключать или можно пока не заключать? Ознакомиться и на этом закончим пока. Ну, смотрите, мы будем делать... Мы будем делать общую... Как оно правильно, слово вылетело у меня? Господи. Ну, в общем, будет общий договор, который на сайте подтверждаешь, и он будет действовать. То есть не обязательно. Можно заключать, можно не заключать. Понятно. По желанию. Если кто-то хочет перестраховаться, пожалуйста, заключаем договор. В общем, это вопрос доверия. В этом плане доверие должно работать... Ну, как вам сказать? Ну, если у вас есть на руках... Если у вас есть на руках договор, то вы имеете не только логин и пароль от кабинета. Вы можете по этот договор передать по наследству, продать свой бизнес. Ну, в общем, подарить кому-то, понимаете? Уже с договором это будет проще сделать. Нет, ну, понятно. Ну, это можно сделать... Да. Это можно будет делать... Да. Когда уже все это устаканится, и война закончится, и будет более такая спокойная обстановка. Правильно? Да, я совершенно верно. Спасибо. А можно, если что, договор позже заключить? Или нужно обязательно перед запуском заключать? В любой удобный для вас момент. Возможно. Я... Конечно, да. Сергей, хочу у вас уточнить. Вот пакеты, они будут дорожчать десь в наступном месяце, в цьем месяце. Можете больше такой термин вказать? Все зависит от того, как быстро пойдут партнеры. Я сейчас буду запускать рекламные кампании. Я уже подготовил нового чат-бота, я вам показывал, да, на четырех языках. И запущу рекламу. Если партнеры пойдут много и сразу, то, конечно же, пакет... Они сами по себе дорожать не будут в том плане, что скидка будет меньше. Сейчас скидка, допустим, 30%, будет 10%, 20% или 10%. То есть мы будем двигаться к той цене, которая есть без скидки на первом этапе. Сергей Васильевич, а токены сейчас... Я хочу... Можно купить за деньги токены? Да, можно. А сколько сейчас стоит? На 1 доллар 5 токенов. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Сергей Васильевич, здравствуйте. Меня слышно сейчас? Да, да, да. Светлана. Я недавно, поэтому, может быть, это... У меня немножко не... Ну, как бы не совсем укладывается понимание вот в исполнителях. Допустим, пакет вот у меня стартовый, да? И, ну, пакет уже приобретен. Я сейчас работаю по рекламе. Вот. Я понимаю, что я, как бы, вот рекламой продвигаю получение партнеров с таким же пакетом. Правильно я понимаю? А, да. Вот какой у вас пакет, такие партнеры... Или не... Да, да, все правильно. Вы правильно меня понимаете? То есть, если у вас пакет стартовый, мы отдаем вам пакетов... Партнеров с таким же пакетом. Я поняла. А вот по поводу исполнителей. Вот 10 исполнителей. Ну, вот с исполнителями там, ну, есть 10 исполнителей, да? А потом они исчезли. И как это все вот с исполнителями? Если ты их приглашаешь, они... Если, допустим, пригласишь исполнителя, они как бы добавляются? Ну, вот плюс-плюс. Вот эту вот немножко мне расскажите с исполнителями. Как это будет работать? Я вас услышал. Смотрите, когда вы покупаете пакет, мы гарантированно без приглашения даем вам определенное количество исполнителей в зависимости от того, какой вы пакет приобрели. Мало того, что если мы вам дадим этих исполнителей во время старта, то есть процедура какая? Когда мы начнем полномасштабную рекламную кампанию, у нас зарегистрируется где-то... Выключи микрофон, а то я сам себя слышу. Вы выключите, пожалуйста. Значит, смотрите, что получается. Когда мы начнем рекламную кампанию, у нас в Киевской области зарегистрируется где-то около 100 тысяч человек в разных категориях. И мы этих людей вам дадим в кабинет. Где-то 30% из них уйдет. Ну, я как бы как бизнесмен знаю, что люди придут, из них некоторые будут нерадивые, некоторые просто случайно зарегистрируются, но где-то процентов... Ну, тысяч пятьдесят как минимум останется. Микрофон выключите, я себя слышу. Светлана, выключите микрофон, пожалуйста. Вот, спасибо. Значит, вот этих людей мы вам дадим в кабинет. Это где-то в общей сложности около 25 тысяч... Ой, прошу прощения. Мы просчитывали, где-то около пяти тысяч человек мы раздадим партнерам. Из пятидесяти тысяч, пять-шесть тысяч мы раздадим партнерам, те, которые будут в Киеве. Вот. Но у нас будет обменный фонд. Если кто-то... Вы должны прекрасно... Вы должны понимать, что исполнитель – живой человек. Он может заболеть. Если он работает на каком-то транспорте, он может попасть в аварию, у него может поломаться машина, он перестанет работать. Он просто может уйти на пенсию. И вы не будете получать доход с этого человека. Поэтому у нас будет обменный фонд, так называемая биржа. То есть будет специально в кабинете отдельный вход. Вы можете зайти, выбрать себе другого исполнителя и завести его в кабинет. Ну, это будет... Я потом объясню более детально, как это все работает. Но чтобы вы понимали, что партнеры без исполнителей не останутся. Они будут ранжироваться. Кто-то будет уходить, кто-то приходить. Но своих исполнителей вы будете всегда... Ваша задача – следить за работой исполнителя. То есть вы будете видеть каждый день, как он работает. Сделал один заказ, вы его видели. Сделали второй заказ, вы его видели. Если он сделал пять заказов, вы каждый заказ будете видеть, на какую сумму этот человек сделал заказ. Какую сумму вы с этого заказа получили, какой доход вы получили с этого заказа. Это вы все будете видеть. И если вдруг этот человек перестал работать... Ну, бывает, люди уйдут на выходные, допустим, отдыхать. Но если он уже не работает долгое время, то вы можете его поменять. Но тех исполнителей, которые вы пригласите самостоятельно, это уже, как говорится... Если он перестанет работать, то мы этих людей менять не будем. Мы будем только менять тех, которых мы вам дадим. Следующий вопрос, пожалуйста. Сергей, приблизительно, через який термин мы будем тестировать додаток? Ну, додаток вы можете сейчас уже скачать, начать тестировать. Но я же еще раз говорю, я хочу создать группу, команду тестировщиков, тех, которых будет отдельный чат, где мы будем там вести переговоры, чтобы у нас не было базара, вот вы должны мне прислать, какой у вас мобильный телефон. Там, допустим, Android, его операционная система такая-то, экран размер такой-то, и вы тестируете. Говорите, у вас там кнопка не работает, там при нажатии что-то еще не работает. Мы тогда знаем, что у вас такой-то телефон, и мы заводим себе такой же телефон, и начинаем разбираться, почему у вас именно на этом телефоне не работает. Нам нужно будет протестировать очень много моделей телефонов разных, особенно китайских, которые там кривые, у которых железо одно, операционная система другое. Ну, в общем, работы достаточно много, но без этого мы не обойдемся, потому что когда мы придем к рекламной кампании, мы должны начнем рекламировать, чтобы любой человек, который зайдет в наш проект, то ли исполнителем, то ли партнером, то ли просто клиентом, чтобы он скачал когда приложение, чтобы он не написал там в плей-маркете нам какую-то гадость, что вот типа я зашел, запустил приложение, а оно у меня не работает, и все остальное. Для этого мы должны его протестировать, чтобы все к старту рекламной кампании хорошо работало. И сайты мы должны проверить, регистрации должны проверить, что регистрации проходят, вот все эти нюансы. Кстати, по Киеву, чтобы вы понимали, сейчас база данных устаревшая. Почему? Потому что те люди, которые регистрировались раньше, сейчас половина из них, извините, воюет, половина из них уехала. То есть база не актуальная, нам нужно будет просто прошерстить эту базу, проверить, есть этот человек на месте, или может быть нету его, тогда мы должны удалить. Но надо будет поработать еще и с базой данных этих исполнителей, которые находятся в том городе, где мы будем запускаться. Потому что... И у меня два вопроса, пожалуйста. Да. Здравствуйте, Сергей Васильевич и все. Элина, я живу в европейской стране, в Испании, и мне интересует такой вопрос. Значит, приложение. Я могу скачать жилья в европейской стране? Оно будет работать, но там исполнителей не будет. То есть вы нажмете на... Где бы вы ни поставили точку, в каком... То есть там просто-напросто скажут, извините, исполнителей рядом нет. Сейчас, если... Когда мы будем тестировать приложение, можно тестировать на исполнителях, которые зарегистрировались в Киеве, и опять же база не актуальна, потому что война внесла очень большие корректиры. Значит, я могу работать только как партнер. Да, мы когда-то... Рано или поздно мы доберемся до вас. То есть... Да, я делаю заметки, я все вынюхиваю. Такой еще вопрос. Я пробовала как гид в Мадриде зарегистрироваться, чтобы люди в Киеве или там в других городах русскоязычных могли видеть меня как гида. Меня не получилось. Это, возможно, после запуска или тогда, когда уже будет работать на территории Испании? Смотрите, мы сейчас будем тестировать сайт, и один из элементов тестирования будет регистрация. То есть вот вы добавите услугу, вы будете добавлять, и это как раз процедура, которую мы тоже вместе с вами должны пройти. Понимаете? Вот вы зарегистрируетесь, у вас все получится, не получится, и тогда будем смотреть, что у нас... почему у вас не получилось. Это тоже один из элементов тестирования, понимаете? Да, буду ждать. И буду активно участвовать. Спасибо. Пожалуйста, еще, пожалуйста, вопросы. Какие обовязки будут в договоре у партнеров? Ну, основной обовязок – это помощь в рекламной кампании. То есть, когда мы начнем рекламную кампанию за деньги, это будет полномасштабная рекламная кампания, параллельно мы, допустим, мы начинаем в Киеве, в Киевской области, мы зайдем в киевские группы и начнем рекламировать проект. Не привлечение партнеров, как сейчас мы делаем, а сам проект. Будем говорить, что вот, будем там рекламировать, чтобы люди регистрировались в проекте. Если вы исполнитель, там, если вы парикмахер, пожалуйста, зарегистрируйтесь в нашем проекте. Если вы водитель такси, присоединяйтесь к нашему проекту. То есть, будет идти реклама самого проекта, а под этой рекламой нужно будет что делать? Писать лайки, комментарии. И чем больше лайков, комментариев партнеров будет писать, тем больше эта реклама будет видна в группах, в киевских группах. Когда мы будем проводить рекламу в других городах, точно так же будет такая же ситуация. Еще, пожалуйста, вопрос. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какое-то время назад зашла речь о том, чтобы рекламу проводить, используя TikTok, короткие видео, такие же прямые эфиры, как здесь. Это как, актуально до сих пор? Буквально на этой неделе я начну делать рекламу в TikTok. И я вас попрошу поддержать ее там, тоже полайкать, покомментировать. Уже, как бы, я тоже к этому вопросу подготовился, и будет это все проходить. А, Сергей, еще такой вопрос. А приложение для андроида, оно опубликовано уже в Play Market или еще только это предстоит? Ну, я же вам показывал сегодня, вот кнопочка на сайте, видите, я ее показываю, вот внизу с левым углом. Нажимаете на эту кнопочку, и открывается приложение в андроиде. И я еще, вы устанавливаете ее, я попрошу написать заочно хороший комментарий, поставить хорошую оценку. Почему заочно? Потому что оно еще, еще же говорю, в стадии тестирования идет. Вы меня услышали? Да, да, да. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Сергей Васильевич, скажите, исполнителем услуг может быть частное лицо, частный предприниматель, а организации могут быть исполнители? Я думаю, что да. Следующий вопрос, пожалуйста. Скажите, какой интересный вопрос. Тарификация услуг будет как-то обобщаться, или это будет зависеть только от исполнительного? Тарификация, ну, смотрите, есть такое понятие, как рынок. Мы заходим в рынок, который уже работает. Водители такси уже работают, оказывают услуги, у них есть тарифы. Есть минимальные, есть максимальные. Люди, которые оказывают услуги в разных сферах, они уже работают. То есть рынок этот работает, мы просто делаем более удобную площадку. Но мы не можем поставить тарифы больше или намного меньше, понимаете? То есть мы будем контролировать каждую услугу, каждый тариф, и будем делать, ну, есть, будем так говорить, что какой у нас будет подход? Вот мы берем какую-то категорию, ну, например, заказы такси. Берем город Киев. У нас там есть Uber, у нас есть Bolt, у нас есть там Уклон, еще несколько компаний, которые оказывают услуги такси. Мы смотрим на эти компании, какие у них тарифы. Есть минимальные, есть максимальные. Вот, Антонина, выключите видео, пожалуйста. Вот, исходя из этих тарифов, которые мы увидим в этих тарифах, мы не можем поставить намного дороже. Почему? Потому что к нам клиенты не пойдут. Мы не можем поставить намного дешевле, потому что к нам исполнители не пойдут, им невыгодно будет по дешевым тарифам работать. Значит, у нас будет какой-то баланс между самыми дешевыми тарифами и самыми дорогими. Потому что, если мы поставим дорого, к нам не пойдут клиенты, если мы поставим дешево, к нам не пойдут исполнители. То есть, вот этот баланс мы должны выдерживать. И в разных городах будут разные тарифы в одной и той же категории. Допустим, в Киеве это будет дороже, а в других городах это будет дешевле. Мы будем ориентироваться на то, что уже есть на рынке. Понятно? Я объясню. Да, спасибо большое. Спасибо. А еще, пожалуйста, вопросы. Сергей Васильевич, ну а есть вообще примерные хотя бы сроки запуска рекламной кампании? Ну, по времени, не по количеству партнеров, а по времени. Ну, я хочу уже завтра запустить партнеров, но у нас не хватает партнеров, денег не хватает. Я же только что объяснял, что мы собрали только половину суммы. То есть, партнеров у нас больше, две третьих, но часть из них купили пакеты в рассрочку и еще выплачивают ее, этих денег нет. Часть партнеров, часть суммы мы небольшую там выдали в виде кэшбэка. Люди вернули деньги в виде кэшбэка. То есть, сумма уменьшается. То есть, вот этот кэшбэк, который мы возвращаем вам, они уменьшают сумму рекламных, которые мы собираем на рекламу. Нет, это понятно, это как бы нужное дело, чтобы вы получали кэшбэк, но этот процесс идет, так будем говорить. Так что, 350 человек нам нужно найти. Единственное, что я хочу сказать, что в ближайшие дни я запускаю рекламу в ТикТок. Она не сразу запустится, а постепенно с нарастающим будет идти. Но я думаю, что поток увеличится. Это первое. Второе, что я сказал, что я разрешаю стартануть с маленьких сумм. То есть, вот сценарий приблизительно такой. Вот человеку понравился проект, но у него денег нет. Он может вложить 1 доллар и купить в росточку этот пакет на 3, 4, 5 месяцев, 6 месяцев. Единственный нюанс, который здесь будет, что если он до старта рекламной кампании в Киеве выкупит пакет, то он будет зарабатывать на исполнителях, которые будут в Киеве. Если он не успеет выкупить пакет, то часть исполнителей уже ему пойдет с других городов. То есть, допустим, он выплатил только половину или третью часть, соответственно, исполнителей он получит в половину или третью часть от того, что ему должно тоже получить. А уже остальных исполнителей он получит уже с других городов, в которых мы будем... Ну, там будет быстрее процедура запускаться. Почему? Потому что, когда проект уже будет работать, вот с этих 100 тысяч исполнителей, которые к нам придут с Киева, если даже 5% станут партнерами, то у нас намного быстрее будут запуски других городов происходить. А вот эта таблица партнеров, там в последнее время не меняется количество 550. Это уже не обновляется или по какой причине? Давайте посмотрим. А, здесь надо формулу протянуть. Я... Я прошу прощения, я забыл. Тут надо формулу протянуть. Я сейчас протяну формулу, и она изменится. Ну, тут есть... Понятно. Спасибо, что сказали. Я за это забыл просто-напросто. Так, а где тут у нас формула? Ну, в общем, надо формулу восстановить. Сегодня, напомните мне, в приват напишите, чтобы я... То есть, сама формула считает только до 550, а по идее, там и должно быть больше. Понятно. А еще вопросы, пожалуйста. Да, напишите мне в приват, напомните, чтобы я поменял формулу, чтобы считала всех исполнителей, которые зарегистрировались. Хорошо? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот я сделала... 100 дней отработала по таблице. А должно быть какое-нибудь вознаграждение или как за работу с таблицей? Не понял вопрос еще раз, пожалуйста. Я отработала по таблице 100 дней. Ну, там, больше 100 дней. Вот должно быть какое-то вознаграждение по работе по таблице? Смотрите. У нас есть, как бы, вознаграждение о том, что за какое-то количество обработанных дней вы получаете... Давайте посмотрим наше правило. Это ТикТок. А где у нас? Значит, есть правила, которые говорят, сколько дней надо отработать в зависимости от пакета. Вот, допустим, если стартовый пакет, то первого исполнителя через... Не слышно о вас. 1, 2, 3. Не слышно? Сейчас, минуту. 1, 2, 3. Слышно? Да, да, да. Слышно, отлично. Значит, по правилам в зависимости от пакета есть количество дней плюс исполнителей. Вот если вы отработали... Слышно. Простите меня, пожалуйста. Антонина Шиян, выключите камеру, пожалуйста. И будет слышно. И будет слышно. Смотрите, в чем вопрос. Есть правила, согласно которых мы... Слышно, все равно не слышно. Ну, это, наверное, может, у вас что-то с микрофоном. Все слышно, Сергей Васильевич, а посмотрите у вас, пожалуйста. Включите динамик у себя, пожалуйста. Значит, есть какое-то количество исполнителей, которые... Сергей Васильевич, вас не слышно. Меня все слышат, кроме вас. Включите динамик. Так она все равно не слышит, что мы ей все говорим. Надо ей написать личку, наверное. Вас слышно. Вас слышно. А Сергея Васильевича не слышно. Ребят, пусть она выйдет из чата и потом опять зайдет. У меня такая проблема была поначалу. Я пару раз вот так вот проделала, и я нормально сейчас всех слышу. Пусть она выйдет из чата и зайдет опять. Так, ладно, не перебивайте, пожалуйста. В записи посмотрите потом. Значит, есть количество отработанных дней за партнеров. В зависимости от пакета плюс количество исполнителей. Но когда вы отработали достаточное количество дней, вы можете, в принципе, понимаете, что партнер – это тот человек, который помогает, что сделать, запустить проект. Помощь заключается в чем? Что если вы прекращаете после этого писать лайки, комментарии, а их надо будет писать всегда. Я сейчас объясню, почему. То есть пять раз в неделю хотя бы, там, четыре-пять раз в неделю уделять 15 минут. Первый этап – вы помогаете привлечь партнеров. Второй этап – когда вы уже получили партнеров, а мы начинаем рекламную кампанию проекта, мы будем рекламировать проект, и там нужно будет писать лайки, комментарии. Это будет три месяца подряд мощная реклама, которая позволит сделать так, чтобы все люди узнали о проекте и начали им пользоваться. Под этими рекламными постами самого проекта надо будет писать лайки, комментарии. Это второй этап. Давайте вспомним третий. Три месяца прошло мощной рекламы. Мы должны все равно продолжать рекламировать проект. И будем писать лайки, комментарии под рекламными постами, для того, чтобы люди помнили. Давайте вспомним, кто живет в Украине, как рекламировался у нас OLX и розетка. Первое время они очень мощно рекламировались. Каждый день, как не зайдешь в OLX, как не зайдешь в OLX. Потом пропала реклама. Но все знают, что есть такой продукт. Розетка тоже, если кто-то помнит, она первое время очень сильно рекламировалась. А потом реклама пропала, но все знают про розетку. Но нам нужно будет постоянно держать людей в тонусе. То есть давайте себе представим такую ситуацию. У вас в кабинете есть ваша команда исполнителей. По сути, это ваши сотрудники, которые приносят вам доход. И чем больше заказов они будут получать, тем больше мы с вами будем зарабатывать. Соответственно, что нужно делать, чтобы они получали заказы? Опять же, писать лайки, комментарии под рекламными постами самого проекта. Вот такая вот практика. Представьте себе, что у вас есть свой маленький бизнес, который нужно рекламировать. Вот у вас есть станция техобслуживания. Вам нужно делать рекламу, чтобы зарабатывать, чтобы вашим сотрудникам платить зарплату, чтобы получать прибыль. У вас есть гостиница, ее тоже нужно рекламировать. То есть вы на нашей платформе строите бизнес один раз на всю жизнь, но этот бизнес должен работать. И чтобы он работал, должна быть реклама. И реклама у нас делится на три части. Первая часть – это привлечение партнеров, вторая часть – это реклама самого проекта, а третья – это поддержка, реклама уже поддерживающая, которая, чтобы люди всегда на слуху был этот проект, чтобы они, когда им вдруг понадобился сантехник или подстричь ногти, то они сразу вспомнили, что есть такой проект и воспользовались нашим сервисом. Это работа навсегда. Я не говорю, что это нужно делать каждый день. Это занимает 15-20 минут. И это не обязательно делать каждый день. Хотя бы 4-5 раз в неделю вы должны будете это делать. Доступно объясню. Да, спасибо. Потому что сотрудники, которые работают в вашем кабинете, должны получать заказы. Следующий вопрос, пожалуйста. Сергей Васильевич, это скорее не вопрос, а просьба ко всем. Вот по поводу лайковых комментариев. Вроде бы как договор, что мы на новые комментарии должны лайки и комментарии ставить свои. Выбираем сначала новые. Получается, один и тот же комментарий пишут в нескольких постах подряд. Можно пропускать и отмечать следующих? Потому что как-то он глупо выглядит, когда один и тот же комментарий должны одобрять. Ну, у нас в правилах написано, что все комментарии должны быть разные. Если мы почитаем наши... Да, в правилах написаны. Но тот же Сергей Осипенко один и тот же комментарий в семи группах подряд поставил. Вот вчера. Это ж разные группы, там разные люди. Какая разница? Нет, три... Это вот семь постов подряд, один и тот же комментарий. Просто вот он, получается, передо мной был и одно и то же. А каждый пост в другой группе, понимаете? Все равно разные люди видят его комментарии на школу. Все вот эти семь постов видят разные люди, не один человек. Один не видит, потому что это разные группы. Давайте все-таки придерживаться правил. В правилах написано, не делайте одинаковые комментарии. Вы чуть-чуть и давайте изменять их. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Так, друзья, ну если нет вопросов, давайте будем заниматься своими домашними делами. Наша задача, всем понятно, найти 350 человек. Чем быстрее мы их найдем, тем быстрее запустимся. Если через месяц мы найдем 350 человек, то уже в конце августа мы будем начинать рекламную кампанию. Давайте поработаем. Последний рывок, он тяжелый, но надо сделать. Еще раз повторюсь для людей, которые не партнеры, которые нас смотрят. Ребята, вы можете войти в проект прямо с одного доллара, да? Вот если стартаю пакет, один доллар платите, я вам активирую пакет, и вы можете выплачивать неограниченное количество дней, месяцев. Только имейте в виду, что исполнители вы будете получать на тот процент, который вы выплатили. Если, допустим, выплатили 30% от стоимости пакета, то исполнители из Киева вы получите 30%. Ну, вот такая математика будет простая. Сергей, а можно, например, я купил на один доллар, и я выплатил 20%? Я могу прибуток в реинвест, чтобы оно мне погасило уже рассрочком? Не понял. Вообще не понял. Ну, смотрите, я не власне зарабатываю, а то, что я зарабатывал с додаткой, я это снова вкладываю в пакет, и таким образом его оплачиваю полностью. Давайте так, в личном созвонимся и более детально расскажу. Я не совсем понимаю вопрос. Хорошо. Еще вопросы есть? Будем заканчивать. Сергей Васильевич, я хотел бы в личку вам написать определенное сообщение. Пожалуйста, обратите внимание. Хорошо. Хорошо. Да, еще один важный момент. Если вы находите какого-то человека, хотите заинтересовать и не умеете ему объяснить о проекте, у нас есть такая акция, что вы можете связаться со мной. Мы можем устроить конференцию, видеоконференцию. И я, вы можете пригласить одного человека, двух человек, трех человек. Ну, я уже проводил такие конференции. Кто здесь присутствует, наверное, знает, что это возможно. Просто может кто-то не знает, что вы можете пригласить людей, и я проведу презентацию непосредственно для этих людей, которых вы пригласили. Если они станут партнерами, вы заработаете 20% от стоимости пакета. Это такая акция есть. И еще одна акция есть, которая работает в нашем системе, что если вы запишите видео коротенькое от себя, то мы ваш пост пролайками прокомментируем всеми партнерами, которые работают. Работают. Эта акция тоже работает на сегодняшний день. То есть, для того, чтобы пригласить партнера, не обязательно приглашать. Можно просто записать короткое видео, там слова очень простые. Посмотрите, как наши партнеры это делали. Смысл в том, что вы не приглашаете, а рекомендуете. И кто-то из них становится партнером, и тогда вы заработаете тоже 20% от стоимости пакета, который они предупредят. Так, ну все, друзья, спасибо большое, что пришли. Всем хорошего настроения. Можно еще один вопрос? Да. Сергей Васильевич, если у меня сейчас нет времени просто я в ЗСУ заниматься рекламой. До войны это все делал. Практически каждый день очень много комментариев и лайков, но сейчас в действительности нет времени. Пакет, где я уже давным-давно выкупил свой, это не повлияет никак. Не повлияет. Я вам в личку поотвечу, как человек из СССР. Все, ребята, большое спасибо. Всех рад был увидеть и слушать. Хорошего настроения. Берегите себя. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.